Всем привет, ребята, с вами Дричент, и да, вы на моём лайв-канале. Видел, что вам зашла реакция, что бесит. Ребята, получаем новый выпуск, будем сегодня смотреть, что бесит гинеколога. Да, вот такая вот очень пикантная профессия. Вы готовы? Усаживайтесь поудобней, потому что мы начинаем. Да, и проверьте, подписаны ли вы на этот канал, это не основной вообще канал, это совсем другой канал. Но если вы ценители большинства реакций Ченда, Чен-ТВ лайф специально для вас. Поехали! Домашние роды и поедание плаценты. Котики же едят, собачки едят, я буду. Природа вам всё подскажет. А что там смотреть, он мне как у всех. Доктор, ну можно сказать, изменяет она мне или нет? Окей, должно быть жарко. Шутки не будет. Мы уволили этого бездаря. А что, нормально, там чувак всё озвучивал. Много женщин стесняются разговаривать об этом, даже с гинекологом. Бывают такие моменты, что ты спрашиваешь, ну вот, как предохраняетесь, сколько живёте половой жизнью, регулярно или нерегулярно. И там говорят, ну доктор, ну что вы такие вопросы? Ну господи, вы что-то. Это прям надо так говорить, прям про секс. Господи, там мы вообще под одеялом и в темноте. Вы спрашиваете, ну в самом деле. На самом деле это всё нормально, это тоже... Ну сексуальное воспитание слабенькое. ...элемент такого нашего совкового ещё прошлого. У нас стесняются об этом женщины говорить беременными. Секса не было в Советском Союзе. Это действительно забавно, когда беременная женщина стесняется об этом говорить. Есть такие пациентки, которые стесняются на приёме, которым неловко это. Обычно девушки помладше, но есть женщины там за 45, которые тоже доктора... Может вы так по жалобам, ну я же вам всё расскажу. А что там смотреть, он мне как у всех. Вот, нет, так не подойдёт. Тут тоже надо очень спокойно относиться, потому что... Там уже, знаете, уже завонялось, загнило, там уже что-то течёт. А что, что-то не так, да? Да не, вы знаете, у вас тут как бы вообще... Гангренопипи, гангренопиписки, но не... Как у всех, только... Видят в день очень много женщин, мы спокойно к этому относимся. У нас такая же работа, как для кого-то посмотреть в монитор. Элемент осмотра, он очень важен в гинекологии, и без этого осмотра часто мы можем не заметить что-то и пропустить очень важные вещи. Есть понятие медицинской тайны, да, врачебной тайны. И, в принципе, я прошу маму выйти, я никогда не буду смотреть девочку при маме. Бывает такое, что они остаются смотровой, такие, ну вот, как будто так и надо. Ну что, доктор, скажите, бывал ли там этот Валерчик, сосед наш? Я ему, если что, яйца оторву. Я тебе говорила, я сейчас узнаю. Давайте, доктор, что у него там? Я прошу всегда выйти, желательно выйти не просто там за шерму, а из кабинета, что если у девушки есть какие-то вопросы, она стесняется их задать при маме, то, конечно, чтобы она их задала. Потому что очень важно вот эта вот нить доверия пациента и гинеколога. И гораздо лучше, чтобы девушка доверяла гинекологу и спрашивала те вещи, которые она боится спросить у мамы. Чем доверяла маме? Не, ну если она уже так не доверяет маме, тогда там жопа в отношениях. Важно, чтобы и с мамой были доверительные отношения. Но, судя по всему, там всегда так происходит. Там срака полная, а не доверие. Мы были здоровы, и мы в итоге получили, да, в будущем уже здоровую осознанную женщину со здоровыми детьми. Бывает такое, что приходят на прием, мужья с женами, жена сидит вот так вот тихонько, а муж тебя бомбит вопросами. Вот. Иногда бывает такое. Было два раза на моей практике, когда жена там выходила, либо я там попросила ее пройти в уборную, да, передвези. И там муж остался со мной наедине. Слушайте, доктор, ну это честно, можно сказать, изменяет она мне или нет? Нет. Ну, я тогда отжетилась, сказала, что мы не можем туда вставить флешку, посмотреть там список входящих. А нормальная шутка. Список входящих. Один посмеялся, второй не понял, но есть такие, да. Родишь, все само пройдет, это тоже любимая сказка, при том очень обидно ее слышать от коллег, в частности. Тоже у нас с таким грешат. Это неверно, потому что ряд заболеваний, они вызываются вообще не связаны с родными процессами. А, то есть она считает, там, аля, занесла какую-то минерическую болячку, то есть родишь, что все пройдет, спит, как бы, и филистан, в природах все вылетает. И роды тут не помогут. Ужики глупые люди. А некоторые заболевания обязательно надо вылечить до беременности. Согласен. Так как, грубо говоря, женщина должна войти в беременность в самом своем максимально возможном здоровом состоянии. Потому что беременность и роды – это огромная нагрузка на организм. И если женщина войдет с какими-то болячками в надежде, что оно пройдет после родов, могут быть осложнения как для матери, так и для ребенка. Пациентки грязнули – это больная тема. Все такие есть, такие, да, приходят, аля, с душком. Такие, щук, кто такой. У-у, женщина, мать, она, она. Потому что такие встречаются. Конечно, к радости моей огромной таких меньшинство. Ну, прикиньте, ты идешь к врачу, ты понимаешь, что тебе нужно будет показать свою квиточку, свой цветочек. И не помыть цветочек. Ну, боже мой, это жесть какая-то. Но надо запомнить правило, что перед походом к гинекологу обязательно провести гигиенические процедуры. Внутри мыть ничего не надо. Потому что, кроме того, что это вредно, это еще и может повлиять на результат анализов, результат осмотров. Потому что… Взять мазок. Вся слизь, все, что есть в влагалище, для нас это очень важно. Вот. Но необходимо провести туалет внешних половых органов. А насчет интимной стрижки, это уже как кому нравится. Это гинекологу при обычном осмотре не помешает никоим образом. Ну, подумаешь, там, если куст, не куст, господи, да? Если бы нам, по большому счету, все равно… Допустим, это прям очень частая картина, когда приходит женщина с высыпаниями, с угревой сыпью, и дерматологи не находят ничего лучшего, как назначить гормональные препараты, либо же препараты, которые блокируют выработку некоторых гормонов. Они это делают абсолютно без понимания, без знаний в области репродуктивной системы, без анализов, и полностью нарушают гормональный обмен для женщины. И когда такая женщина приходит к нам, полностью с успитым гормональным циклом, при том, что там проблема могла быть даже не в гормонах, мы очень злимся на таких коллег. Ну, это часто, врачи друга ненавидят. А забитые тампоны – это боль гинекологов, потому что когда приходит женщина и говорит… Ой, точно, забыла, а я его искала. Доктор, я тампон забыла, наверное, две недели назад, но это не точно. Ты уже ее садишь на кресло… Серьезно? Две недели тампон? Как это можно забыть? Да… Как так-то? И ты уже по запаху чувствуешь, что не, наверное, 100%. И к тому же, что это неприятно, да, это инфекционный процесс, там идет воспалительный, это еще и очень опасно, потому что могут образоваться пролежни и прочие неприятные истории, конечно… Я прикидывал, какое там вонище за две недели загуляло, там все это. Как так можно завтыкать? Я, конечно, не женщина, хрен его знает. Ну, две недели не замечать тампон и ниточка, которая должна торчать с тебя? Ну, не знаю. Такое, скажем так… Это ужасное… Не предусмотрительное отношение к своему здоровью, оно тоже очень… Не, ну, как говорится, как бы и мужики есть такие безответственные, да, я так понимаю, и среди девушек тоже хватает, да? К странным предметам во влагалище, это тоже тема просто больная, при наличии… Что находили? Да, где можно заказать все инкогнито, это абсолютно нормально. Колпачок? Пожалуйста, там списки огромные, у нас женщины этого всего стесняются, и самая распространенная история – это колпачок от лаков маленьких для волос и дезодорантов. Колпачок от дезика? И маленький колпачок от лака. Вот. А вы говорите, размер важен. Даже от маленького колпачка от лака можно получить море удовольствия. Различные ручки, маленькие предметы. Вот сейчас сезон огурцов, огурцы пошли. Вот. Ну, наверное, список этих предметов у проктологов будет поинтереснее, потому что, в принципе, с влагалища легче извлечь, оно не уползает так далеко. Ну, нам тоже таких историй хватает. Огурцы. Одна пациентка у меня пришла, она была такая смущенная, очень женщина вроде бы так хорошо выглядела, и все, и она вот образованная, она меня все спрашивала про народную медицину. Она сидит на кресле, и я смотрю, что у нее воспаление какое-то в влагалище. Она говорит, ну, это как вы относитесь? Ну, это ромашечка. Я говорю, это все глупости. Она говорит, ой, так вы мне-то, может, туда поищите? Я заказала себе с Китая, вот у меня подружка возит, специальные подушечки, такие там с травами. И у нее там, вот она себе поставила эту подушечку, она вот такого где-то размера, у нее эта подушечка заделялась между складками, тоже вызвала там пролежание внутри, и мы его еле нашли, эту подушечку. И вроде бы взрослая женщина, вроде бы образована, и не должна уже совать туда все непонятные подушечки с травами. Но тем не менее, да. Мифы, да, насчет гормональных контрацептивов тоже очень актуальная тема, потому что, первое, у нас девушки очень любят назначать себе их сами, либо же покупать те, которые пьет подружка. Это неправильно. И все побочные эффекты, как голос на лице, мужской голос, резко поправиться, потерять либидо. Но это мужские гормоны. Это все побочные эффекты от неправильно подобранных контрацептивов. То есть их надо подбирать с грамотным врачом, желательно гинекологом-эндокринологом, полностью пройдя обследование, потому что при радиосостоянии они просто противопоказаны, и женщине надо искать другой метод контрацепции. А так, в целом, сейчас современные оральные контрацептивы, они содержат микродозы гормонов, которые в большинстве случаев никак не влияют, если они правильно подобраны. Лимонный сок, чтобы не забеременеть, это одна из любимых фишек, типа сходить в туалет и не забеременеть, от первого полового акта не забеременеть, и так далее. Лимонный сок вызывает очень сильные ожоги, но является абсолютно бесполезным средством контрацепции. Ну что, пожечь там нормально все, чтобы потом вообще не забеременеть? Хорошая контрацепция, прям на будущее. Эксперматозоиду, чтобы заползти в шейку матки, надо буквально там пару секунд, если это произошла эякуляция внутрь влагалища. И никакой лимонный сок никак не поможет, только вызовет химический ожог влагалище. Прикиньте, как печи будет. Мы будем потом уже долго и нужно лечить с гинекологом. Мы уже сто тысяч раз всем говорили, что прерванный половой акт это не метод контрацепции, это метод планирования беременности, потому что в 30% случаев исход будет именно такой. В смазке у мужчины содержится тоже на количество сперматозоидов. Это первый фактор. Второй фактор, то что, ой, так он аккуратно, но в это верить тоже нельзя, потому что во время полового акта при возбуждении тоже происходит сокращение простаты, которое провоцирует выброс сперматозоидов. И следующий момент, это если было несколько половых актов подряд, то в принципе в уретре, в половом члене тоже могут остаться сперматозоиды, которые попадут во влагалище и благополучно приведут к беременности. Планирование по календарю это тоже не очень надежный метод, потому что можно забеременеть в любой день цикла, из-за того, что бывает ранняя или поздняя овуляция, плюс сперматозоиды живут от 3 до 5 суток в половых путях женщины. Они могут подождать яйцеклетку и успешно ее оплодотворить. Поэтому с этим надо тоже быть аккуратным. Тем более в 21 веке есть огромный выбор контрацептивов, которые можно некоторые поставить и забыть, некоторые применять там ежедневно, либо же те же барьерные методы контрацепции, которые практически не чувствуются. Поэтому тут надеяться на случай уже не... Что такое барьерные методы, я не понял. Ну, знаю спираль, презервативы, таблетки, женские презервативы. Что такое барьерные методы? Вариант. Очень бесит миф, что если гениталии партнера выглядят чисто, то значит у него нет никаких половых инфекций. И я с этим сталкиваюсь прям очень часто. Этот миф существует и у мужчин, и у женщин. Приходит ко мне партнерша, начала жить открыто со своим партнером, потому что он, как большинство мужчин, рассказывает, что он... А у Лидии хламиди, да? Хорошо, но... А у него выбрали справку? Он говорит, нет, но я посмотрела, у него там все чисто. Многие инфекции, они протекают бессимптомно. Особенно ВИЧ, гепатит, тот же сифилис, гонорея, они могут абсолютно быть бессимптомными. И даже если вы друг у друга первые, все равно требуют справку от партнера, потому что... Можешь похватить. Мы ходим на ликвидные салоны, татуировки, барбершопы, там, где можно заразиться рядом инфекцией. Весит вот этот вот стереотип... То есть каждый раз, если что, после стрижки делаем анализы. Мало ли что. Со справкой о здоровье партнера и доверием, потому что, наоборот, это показывает, что я готова заботиться о твоем здоровье, я уважительно отношусь к твоему здоровью. Не, ну я тут с ней соглашусь. На самом деле, это вещь неплохая. Главное, чтобы люди правильно воспринимали, потому что, прикиньте, вот вы начали жить с человеком и так далее. Ну, вы еще не сильно знакомы, вот, ну, понимаете, что хотите строить отношения, хотите там интимную жизнь настроить и тому подобное. И вот представьте, что вы сдаете анализ, а там бац, а у него там, я не знаю, ВИЧ, СНИТ, блин, ГЕПАТИТ, еще и сверху, ЛАМИДИЯ. И вы такие, да, да, ну и хрен с ним, давай. Ну, как минимум, даже если вы с человеком останетесь, вы сначала начнете его лечить. Я не говорю о том, что вы его бросите, но если вам человек там дорог, то вы как минимум начнете сначала его лечить, если это все лечится и так далее, а потом уже перейдете к интимной части. Они, ЭЙ! А потом, В смысле? Это что у нас такое? Готовы пойти провериться. Это правильно. И показать тебе справку. Это абсолютно нормальная практика, когда партнеры перед тем, как отказаться. У нас это еще не практика, мне кажется, но... Ольга вернула метода контрацепции. Они идут вдвоем в лабораторию и сдают на ряд... Это, наверное, практика уже в более взрослых. А когда у людей в основном первые интимные отношения случаются? А в подростковом возрасте, когда молодые, ЭЙ! Жулик стоит, у нее там все цветет. ЭЙ! Давай, дорогая! У-у-у! А потом уже как бы получается, что получается. ...болеваний, анализы и потом показывают друг другу справку. То, что это у нас не практикуется, это, мягко говоря, бесит. А речь о том, что у нас, в принципе, люди любят жить открыто со многими партнерами, зная их там одни сутки, это вообще крайне неправильно. Это у нас такое есть, это правда. И непредусмотрительно, в первую очередь, по отношению к себе. Очень бесит, когда папа на родах говорит, как же я устал. И говорит он это жене, которая уже шесть часов в схватках. Конечно, очень интересно слышать это от мужчины, который просто сидит рядом и клацает в телефоне. И особенно мне нравится в этот момент взгляд жены. Конечно, пара, которая идет на партнерские роды, она должна быть подготовлена. Согласен вообще, нахрена этого мужика? Знаете, такое чувство, что его заставили. Сказали, не пойдешь, в машину заберу. И чувак, ладно. Вы идете на партнерские роды с одной единственной целью. Родить максимально здорового ребенка с минимальными потерями здоровья для матери. То есть, отец туда идет для того, чтобы быть поддержкой, для того, чтобы решать все организационные вопросы, для того, чтобы женщина в потугах не думала, куда она положила пеленки. И уж тем более не для того, чтобы говорить, как он устал, он не думал, что это будет так долго. Да что ты все рожают и ты родишь? Нет, про это надо забыть партнеру сразу. Крики на мужа в родах тоже частые, чтобы ты там ко мне больше не подходил. Это все твоя вина. Но это чаще всего эмоции, конечно, когда уже кладут этот комочек и на груди, они все вместе уже про это все забывается. Плюс, природа умная, она сделала так, чтобы процесс родов забывался и женщина шла за вторым. Еще очень бесит, когда уже просто вся бригада уговаривает ее потужиться, там осталось несколько потуг, у ребенка падает сердцебиение, мы уже используем и вакуум, и иногда приходится использовать щипцы, либо же там чуть ли не прыгать на животе у той женщины, и вся бригада стоит все мокрые, а женщина такая, как будто бы там полежала себе на диванчике. Вот, то есть тут уже как бы рожала бригада, а не женщина, и это проблема неподготовленности к родам. То есть к родам надо готовиться, и очень классно ходить на курсы, на которых расскажут, как правильно себя вести в родах. Это вопрос только о лене, потому что сейчас при каждом ритуале разные люди есть. Курсы, опять же, курсы на ютубе, то есть к этому надо готовиться и подходить ответственно. Вот так вот. Очень бесит, когда начинают пропагандировать домашние роды и поедания плаценты. Приветствую. Это очень больная тема, потому что эти люди, которые пропагандируют, они не имеют ничего общего с медицинским образованием, с пониманием физиологии организма, и миллионы подписчиков не делают этого человека умнее. Конечно, кто-то может рожать как тысячелетия назад в поле, но никто не говорит, что тысячелетия назад в поле как минимум 50% родов оказывалось просто печальными и летальными для матери или ребенка. Это правда. И очень грустно, когда я читаю комментарии и вижу там, допустим, вопрос, да, блогера, а как же предлежание, например? То есть предлежание это когда ребенок лежит, либо лицо не может пройти, либо он может лежать поперечно, это вот так вот. И тогда только кесарево сечение, либо же травмирующий поворот там на ножку, то, что делается тоже только в роддоме. И этот человек, опять же, показывая только свою глупость, отвечает, что, боже, девочки, как можно настолько не уважать свое тело. Природа вам все подскажет. Ну, скажем так, не знаю, что ей подсказывает природа, ей просто, ну вот действительно таким блогерам и в принципе людям, которые рожают дома, им просто повезло в своих физиологии. Бывает такое... А есть такие истории, где не повезло, где вот прям уже были такие. Я помню, как-то даже одну барышню показывали в интернете, которая а-ля вот Стужук смотрела или кого-то еще тоже ой, пропагандировала, там рожу дома, и, короче, то ли мертвого ребенка родила, то ли коллегу. Я вот не помню, кто в курсе, напишите в комментариях. А потом начинала рассказывать, что вот, накажите Стужук, а потом Стужук сидела еще, оправдывалась, типа, я никого не провоцирую, я никого не заставляю рожать дома, люди сами делают свой выбор и так далее. А что, там, вот почему-то были такие случаи, это тоже просто невероятная вещь, особенно у людей с опытом, там, у старших коллег, подсказывает, что надо идти на кисарево сечение, мы заходим в операционную, достаем ребенка, у него вот такая поповина. То есть, если бы мы пустили женщину в натуральные роды, я понимаю, что у меня был бы отрыв поповины, и это моментальная смерть плода. Да? Кровь. И таких вещей очень много. И почему-то блогеры не говорят о том, что приезжают, да, после этих родов, либо же попытки родов, и ребенок почему-то не рождается с мертвым плодом. Почему-то женщины, которые рожают дома, они не рассказывают, как потом врач просто летит в операционную, накидывая на себя этот халат, делает экстренное кесарево и молится за то, чтобы там те единичные сердцебиения у ребенка не сохранились. не рассказывают женщины о том, что пришлось удалить матку из-за сильного кровотечения, и у нее погиб первый ребенок, и больше она их иметь не сможет. Да, естественным путем. Потому что, конечно, про какие-то вот такие вот свои фатальные ошибки никто не рассказывает. Но зато один человек, да, там или два, у которого все получилось, слава богу, они об этом трубят так, что их слышно на все просторы интернета. Поедание плаценты тоже очень модная штука. Приветствую на студию. Кому это, скажем так, мягко говоря, нелогичная вещь, потому что нет никаких доказательств того, что это несет какую-то пользу. Проведено огромное количество исследований. В принципе, плаценты разрушаются, и все эти микроэлементы ничтожные, которые там есть, они разрушаются при любой термической обработке, при сушке и так далее. Как ее там жарят, капсулы, еще что-то. Ну, в общем, много разных возвращений, но вот у них какой довод. Вот котики же едят, да, там. Я тоже котик. Собачки едят плаценту, я буду. А котики, когда рожают, они себе между ног лижут, так что надо девочке некоторым тоже учиться это делать, чтобы легче рожалось. Как бы, начнем с того, что животное это делает, просто потому, что ему надо... И вообще коты могут по 7 сразу рожать. Что мы так не делаем, надо что-то менять в нашей жизни. Чистить свою территорию, да, но он же не рожает в роддоме, где-то все быстро уберут, помоют, тебя положат. И кроме того, у них нет возможности отлучиться от своего потомства в первое время, чтобы пойти и полноценно поесть. И, конечно, им никто, да, там, как в роддоме, если он рожает где-то на улице, никто не принесет нормальную еду, и им надо пополнить как-то эти энергозатраты. Но в нашем, да, 21 веке заниматься каннибализмом и есть пациента, это просто дикость. Но если кого-то от этого попустит, то на здоровье, как бы, вреда от этого тоже особо не будет. Сейчас каждый второй психолог, и каждая третья девочка в купальнике у нас сексолог. И они просто пропагандируют то, что все болезни от психосоматики. В принципе, я сама являюсь сертифицированным сексологом и психосоматологом, но рассказывать о том, что там у кого-то фибромиома, потому что у него плохие отношения со своей бабушкой по папе, это все глупость. Это все стразы. И очень непрофессионально с точки зрения психологов и сексологов пропагандировать лечение чисто психосоматическое. То есть всегда должен быть элемент обследования у врача. То есть если это комплексное обследование, то я только за, потому что действительно есть психосоматические причины, потому что во время стресса, например, вырабатывается огромное количество кортизола, это гормон стресса, который плохо влияет на репродуктивную систему. Да, из-за этого возникает ряд заболеваний. Но изначально надо определить, что нет никакой органической патологии, то есть патология, которая идет на уровне физиологических каких-то процессов. Поэтому тоже я бы не рекомендовала верить сексологам, психологам, которые рассказывают, что все лечится медитациями, все лечится просто нормализация отношений или там еще каким-то курсом, который можно купить только у него. Мифы про оргазм. То, что оргазм бывает клиторальный, вагинальный, маточный, анальный и еще куча всякого. Это все неправда. Большинство не знает, как выглядит клитор. Клитор на самом деле не маленькая горошинка, он охватывает все влагарище. И все оргазмы, они клиторальные. Бывают такие пациентки, которые приходят, ты смотришь, у нее за год было три аборта, и она приходит к тебе на осмотр, и всегда на осмотре встает вопрос о контрацепции. Мы обязаны спросить у женщины, если у нее есть вопросы, подобрать правильные, подходящие ей. И вот когда я слышала таких женщин, что, ну, презервативы, там, мой муж не любит. Зачем? Ну, хорошо, но есть только других. Спираль. Другие средства, это же так вредно. А аборты делать не вредно, Это очень бесит, потому что любое средство контрацепции, оно менее вредно, чем аборт. Согласен. Бесит, когда пары, которые действительно следят за здоровьем, хотят, планируют ребенка, у них не получается, а есть пары, которым, в принципе, на те дети все равно. Это как в жизни, как, не знаю, там, алкоголики, родители живут по 80 лет, а здоровый человек спортом занимался и в 30 лет ласты склеил, да. По 6 абортов каждый год, либо же рожают детей, они у них без присмотра, но, в принципе, для этого и есть гинекологи, да, чтобы помогать парам, которые хотят малыша и будут хорошими родителями, помогать ими стать. Вот такой вот выпуск. Слушайте, очень даже поучительный, согласитесь. Надеюсь, вам тоже зашло. Как вам? Узнали вы что-то новое? Если да, то подпишитесь на этот лайв-канал. Увидимся в новых выпусках. Всем пока.